Здравствуйте! Я Анастасия Натальевича, команда нового городского телеканала «Первый Ростовский». Выделим главные новости недели, расставим акценты. Итак, Ростов-Главное – это первые послабления антиковидных ограничений, второй этап вакцинации медиков и большая пресс-конференция губернатора, где говорилось о переносе главного автовокзала. Ростов-Главное – это основание первой опоры второго путепровода на Малиновского. Добрая история, которая произошла на том же популярном ростовском мосту, где строители помогли едущим в больницу. И комментарий, что за машины едут на Малиновского, когда проезд запрещен. Ростов-Главное – это слишком юные участники несанкционированных акций и грабеж зоомагазина, странный выбор злоумышленников, а также новый центр управления через интернет, следящий за ситуацией в разных сферах жизни региона. Ростов-Главное – это планы по строительству моста через Ростовское море и победа через океан. Ростовский гитарист выиграл конкурс в Штатах, а юный донской шахматист Андрей Есипенко обыграл в Нидерландах действующего чемпиона мира самого Магнуса Карлсена. Вот это новости. Ростов-Главное – это любознательность. В день графолога узнали, что подпись Дональда Трампа похожа на акулии зубы. Страшно, но предсказуемо. А вот подпись Байдена более гибкая, и несмотря на возраст, он быстро принимает решения. Ну и Ростов-Главное – это что за окном. Не то зима, не то весна борются, а нам достается сильный ветер. Общепиту плюс два часа работы, театралам возможность купить билеты на месте, жилищно-коммунальному хозяйству, меры воздействия на должников. Пандемийные ограничения смягчаются в Ростовской области 1 февраля. Изменения в 272-е постановление внес губернатор. Итак, как было заявлено на вторичном заседании штаба по коронавирусам, рестораны, кафе, бары смогут работать с 7 утра до полуночи, а не до 10 вечера, как сейчас. Театры и музеи смогут открыть кассы. А что касается ЖКХ, отменяется запрет ресурсным организациям отключать воду, газ, электричество за неоплату коммуналки. Символ настоящего офицера погиб в бою с коронавирусом. Творческий приезд в Ростов стал для него одним из последних в жизни. Народный артист СССР Василий Лановой был в нашем городе буквально в октябре на открытии международного театрального фестиваля «Завтра была война». Зрители встречали Ланового аплодисментами стоя, а он вспоминал о войне, которую увидел семилетним ребенком и читал Пушкина. «Восстань, пророк, и виждь и внемны, исполнись волею моей и обходя моря и земли, и глаголом жги сердца людей Пушкина». Разнообразие таланта Василия Ланового поражает. Мальчик из крестьянской семьи играл революционеров и офицеров, аристократов и романтических героев, преступников, исследователей. Больше 60 лет в одном вахтанговском театре. 13 дней назад народному артисту исполнилось 87 лет. Борьба с пандемией продолжается. Ростовские медики уже подошли ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Вторую дозу спутника ВИП получили главные врачи ростовских больниц и поликлиник. В то же время продолжается и массовая вакцинация населения. Ростовчане активно записываются в очередь на прививку, которую можно сделать совершенно бесплатно в одном из 30 пунктов. Медики знают, победить вирус может только сильный иммунитет. А если его нет, то можно натренировать организм, противостоять ковиду. И здесь поможет только прививка, а не антибиотики. Они все замедляют течение заболевания. И встреча человека с коронавирусом превращается в рулетку. То есть ждать, что тебя пронесет, что ты перенесешь легко или не заметишь, это не стоит. Нужно воспитать свой иммунитет и получить защиту. Согласно с ним и замначальника горздрава Ростова. Елена Теплякова по своей врачебной профессии педиатр и знает, насколько важно прививаться. Сейчас ей вводят уже вторую дозу спутника ВИ. Первый этап прошел отлично. Прививки – это одно из самых больших достижений медицинской науки, которая позволяет нам защититься от разных инфекций, в том числе и очень тяжелых. Поэтому я всем людям, всем пациентам рекомендую прививаться от болезней. Врачи говорят, если привить достаточное количество людей, то коллективный иммунитет станет блокпостом для COVID-19. Ему просто негде будет развиваться. Кстати, на активность ростовчан не пожалуешься. В своей очереди еще нужно дождаться. В прошлом экономист и теперь пенсионерка Ирина Филимонцева также трепетно относится к своему здоровью как к точности в цифрах. Я очень хотела привиться. Я в сентябре делала от гриппа, в конце октября делала от невмокока. И как только в понедельник прошла информация по телевидению, что начинается массовая вакцинация, мой муж тут же начал звонить в Минздрав, там куда-то еще, на все горячие линии. И в конце концов нас записали. Медикам важно иметь управляемые механизмы борьбы с вирусом. А для этого необходимо формирование коллективного иммунитета. Тем более сейчас уже сложно отрицать существование вируса. В каждой семье свои истории. Я считаю, что вот такая позиция, почему нужно, да, здесь она неуместна. Все-таки мы имеем дело с медицинским решательством, да, поэтому мы хотели бы рассматривать эту ситуацию в ракурсе, показанном и не показанном, для того, чтобы мы смогли корректировать ситуацию и управлять пандемией в стране. Записаться на вакцинацию можно в каждой взрослой поликлинике. Сейчас в Ростове действует 30 прививочных пунктов. Олеся Слынько, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Когда сомкнется Ростовское транспортное кольцо? Куда могут перенести главный автовокзал? И планирует ли губернатор вакцинироваться от коронавируса? На десятки вопросов журналистов ответил Василий Голубев на пресс-конференции, посвященной итогам 2020-го. Говорили и о планах на будущее. Самой популярной темой пресс-конференции, как и всего 2020-го, стал коронавирус. Спрашивали о работе медиков и всей системы здравоохранения, и, конечно, о вакцинации. В регионе уже привиты более 5,5 тысяч человек. И на вопрос, планирует ли губернатор пополнить эти ряды, ответ однозначный. Я, конечно, буду вакцинироваться. Я даже этот вопрос не обсуждаю. Другое дело, что есть некие рекомендации врачей. Например, когда человек сделал какую-то прививку от гриппа, значит, от пневмокока, они сразу говорят, что должно пройти определенное время, когда я этого делать не могу. Вот так состоялось, может быть, в данном случае. Стабилизация ситуации с ковидом, смягчение ограничений. Еще один вопрос – когда сомкнется Ростовское транспортное кольцо? Надеемся, в 2025-м ответил Василий Голубев. Это избавит город от большегрузов, а решить проблему быстрого перемещения по Донской столице должна единая транспортная система. Сейчас продумывают маршруты продления городской электрички, создание пересадочных пунктов и не только. Есть идея, над ней уже работают, создание главного автовокзала города Ростова на месте аэровокзала аэропорта. Посмотрите, все, кто едет из Ростовской области, по сути все, из любой точки въезжают через Шолохово. И выехать из этого места в любую точку в Ростовской области возможно. «Исторические здания реставрировать будут активнее, а тариф на капремонт в 2021-м сохранят на прежнем уровне», – заверил глава региона. На вопросы журналистов Василий Голубев отвечал почти три часа. Аккредитовались на встречу 116 представителей СМИ. Работали несколько площадок, чтобы соблюсти санитарную безопасность. Объединила всех видеосвязь. Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Тагир Фатахов. Первый. Ростовский. К бурению под опоры второго путепровода на Малиновского приступили на этой неделе строители. Начали со стороны Таганрогского въезда. А параллельно продолжается демонтаж старого путепровода. Работа шла бы быстрее, если бы не необходимость ввести ее в окна, свободные от поездов. Буровая установка пробивает грунт под первую опору второго моста, который начинают возводить на месте старого. Оттого остались один пролет и семь балок. Их продолжают демонтировать. Задача – разобрать все до конца месяца. Работа осложняется действующей железной дорогой. Путейцы дают рабочим так называемые окна, когда движение поездов и электричек останавливается. В основном это в ночное время, да, то есть дается это окно, когда мы можем выдернуть эту опору. До восьми часов. То есть мы берем такие окна вместе со строителями. Поэтому это немножко удлиняет процесс непосредственно и является такой определенной сложностью. Кроме того, начали подготовительные работы по выносу ЛЭП, которая находится также за моей спиной, и которая являлась сдерживающим фактором на строительстве подходов со стороны улицы Доватора. Также ведутся земляные работы. С одной стороны убирают грунт под опоры, а с другой насыпают. Путепровод на месте старого надо поднять на два метра, чтобы сделать его в один уровень с первым новым мостом. К тому же идет подготовка к обустройству съездов. Уже полностью демонтировано два здания. Вывозится строительный мусор. Скоро уберут эти постройки, а завтра начнут разбирать рекламную конструкцию. Здания эти выкупили по соглашениям, заключенным в прошлом году. Раньше здесь располагался магазин, а также нежилые трехэтажные здания, в которых находились коммерческие организации. Проходящих мимо ростовчан особенно волнует состояние пешеходного перехода рядом со струйплощадкой, где варят пролетные строения. Отсюда выезжает строительная техника и развозит грязь. Очень грязно. Там в начале прям болото, плюс засыпали щебенкой. Ну вот этот асфальт уже чуть-чуть утрамбовали, уже полегче. Но, конечно, ужас. По словам представителя городской администрации, для поддержания чистоты этот участок присыпают три раза в сутки. Екатерина Лободина, Юрий Лешком, Первый Ростовский. Нет света, обустроенного тротуара для перехода, мест для перехватывающей стоянки автомобилей. Зато у моста на Малиновского есть своя страница в соцсетях, где пользователи обсуждают все недостатки и проблемы, связанные со строительством. За ситуацией через соцсети следит новая структура ЦУР – Центр управления регионом. Мы провели мониторинг на основе платформы обратной связи и в социальных сетях, составили список просьб жителей, которые ежедневно ходят по мосту, и отработали его соответствующими органами власти. На сегодняшний день большая часть вопросов уже решена, но работа продолжается в круглосуточном режиме. Центр управления регионом следит за ситуацией в ЖКХ здравоохранении, соцзащите, энергетике, транспорте и образовании. Житель может оставить сообщение в городском паблике, социальных сетях, форумах и блогах. После сотрудники ЦУРа передают его в соответствующее ведомство, ставят задачу и контролируют ее выполнение. Для некоторых машин на мосту Малиновского так и остался зеленый свет, возмущаются горожане в соцсетях. В подтверждение своих слов выкладывают видеоролики, где явно не спецтехника проезжает за шлагбаум. Мы попросили прокомментировать эти кадры начальника участка по реконструкции моста. По словам Андрея Стучилина, на машинах, которые пропускают на мост, приезжают те, кто живет рядом со стройкой и альтернативного проезда не имеет. А еще те, кто здесь работает. Машина прораба, машина мастеров, это буквально несколько машин. То есть это именно наша организация ОРО «Ставтомост». Плюс у нас здесь подрядная организация ВТК, это прокладывают канализацию, дорожники ДРСУ «Дон». То есть, если передвигаются, то проезжают единовременно, то есть до места работы, в каком месте они находятся, потому что полтора километра не находятся сюда. Ну и еще немного о мостах. Мост через Ростовское море начнут строить в следующем году. А за этот нужно подготовить проект. Сроки озвучены на интерактивном приеме губернатора. С просьбой решить проблему пробок на дамбе к Василию Голубеву обратилась жительница микрорайона Платовский. В Платовском заселены 10 домов. В еще один жильцы въедут в ближайшее время. Но больше людей – острее дорожная проблема. С Большим Ростовом микрорайон связывает единственный путь, которого явно недостаточно. Каждое утро, каждый вечер, ежедневно, независимо от дня недели, у нас образуются огромные пробки, чтобы выехать в город Ростов-на-Дону. Мы тоже в город Ростов-на-Дону, но, как вы знаете, связывает нас дамба по улице Орска. Образуются очень большие пробки. Начинаются они примерно вот с того места, где сейчас строится инфекционная больница. Там пробки не в 6 утра, а практически постоянные. Я бываю там примерно раз в 10 дней. И последний раз несколько дней назад, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, приезжаю увидеть, как там идут процессы по инфекционной больнице. И туда, и обратно вечные пробки. Аукцион для подготовки проекта на строительство моста в районе Ростовского моря объявят в феврале, доложил министр транспорта. Работы начнутся в следующем году. Мы с точки зрения проектирования успеваем в этом году иметь проект? Задача-то иметь проект. Как я вам докладывал, в этом году его не успеем, потому что очень много коммуникаций, очень много земель, очень много предстоит выкупа земли. Мост будет длиной 140 метров. Ещё по 750 метров с каждой стороны – подъездные пути. Путепровод соединит улицы Днепропетровскую и Кабалевского и разгрузит дамбу. Я хочу осенью знать точно о состоянии дел по проекту. По состоянию на 1 октября текущего года должен быть доклад. Это для того, чтобы мы могли заложить деньги на 22-й год на само строительство. Поручение городской администрации за 10 дней подготовить доклад о планах комплексного развития Платовского. Один из вопросов – с обустройством улицы Алябьева, по которой людям приходится ходить к остановке, власти обещают решить оперативно. По пешеходной части улицы Алябьева мы, если можно, возьмём 10-дневный срок, мы приведём там всё в порядок. Ну а дамба через Ростовское море – в федеральном подчинении. И связанные с её будущим вопросы будут решаться на том уровне. Татьяна Цепелева, Виталий Ступаков. Первый ростовский. Семье нужно было срочно попасть в больницу. И она попыталась проехать по закрытому мосту на Малиновского. И, о чудо, благодаря строителям медпомощь удалось получить вовремя. Об этом благодарная горожанка рассказала в соцсетях. Что ещё обсуждали в интернете на этой неделе, узнала наш интернет-корреспондент Юлия Карасюк. Да, и ещё ростовчанки дошли до середины дона по льду, а коварная яма на Северном унесла с собой не одно колесо проезжающих машин. Самая добрая история на этой неделе. Рабочие на мосту Малиновского помогли семье добраться быстрее до больницы. Как рассказала ростовчанка, на её двухлетнюю дочь упал комод и отрубил кончик пальца. Девочка стала терять сознание, чтобы быстрее попасть в травматологию, родители решили проехать через закрытый новый путепровод. На первом шлагбауме в положение вошли, пропустили, а вот второй перекрыла машина, цитата, некоего начальника. И он отказался пропускать нелегалов. Но рабочие вошли в положение и предложили на служебной газели довести семью до места. «Благодаря спасителям у девочки теперь всё нормально. А вот некоему начальнику хочу сказать лично, и думаю, меня многие поддержат. Но будьте человечней». Испытали тающий лёд в Дону на прочность. Горожане заметили двух девочек посреди реки. По застывшей водной глади школьницы дошли до фарватера, несмотря на то, что местами лёд тронулся. Неравнодушные наблюдатели позвонили в МЧС, и девочки оказались на берегу. Но мнения в соцсетях разделились. Это упущение взрослых, пишут одни. Другие говорят, хайп дороже жизни. Нашлись и те, кто не увидел в этом ничего страшного. Но мы предупреждаем на будущее. Подобные походы по воде могут быть опасны для жизни. Если бы ямы могли играть выше балу, этот провал на Евдокимова космонавтов оказался бы безусловным победителем. Спрятанный под лужей, он устраивал неожиданные диверсии колёсам проезжающих машин. Как посчитал ростовчанин, только за полчаса яма повредила несколько авто. Вот кадры одного из пострадавших. Ростов и ямы на дорогах – это синонимы, пишет автор видео. Да это же ежегодная забава. Каждый раз вместе со снегом сходит и асфальт. Привычно шутят комментаторы. Кстати, после публикации ямы в соцсетях её заделали. Так что можно теперь ездить по Евдокимово без вреда для колёс. На такую горку родители своих детей точно не пустят. Шедевр урбанистического искусства появился в микрорайоне Суворовский. Там попытались благоустроить детскую площадку, но не придумали ничего лучше, чем просто прислонить горку к огромной земляной насыпи. Печальное зрелище. Сразу вспоминается фраза, о которой обычно обрисовывают трудное детство. Про высокий подоконник и деревянные игрушки, прибитые к полу. Теперь к этому списку можно добавить и горку в Суворовском. Как рассказывают очевидцы, раньше картина была ещё более депрессивной. Прямо перед горкой стояла одинокая лавочка. Вот так спускаешься на скорости и сразу врезаешься в скамейку. Но после жалоб её убрали. Надеюсь, что и внешний вид горки не окончательный, и земляную насыпь уберут. На этом у меня всё. Спасибо, Юля. И мы продолжаем. Прошла неделя, а обсуждение субботней несанкционированной акции продолжается и в соцсетях, и в новостных лентах. Итоги подводят правоохранители и надзорные ведомства. Штрафы придётся заплатить соцсетям, которые не удалили призывы к детям идти на митинг, а также задержанным участникам, которые вели себя агрессивно. Высказывались о массовом шествии губернатор, юристы и молодёжь Ростова. Мнение в нашем сюжете. Я совершенно не приемлю ситуации, когда детей от 9 до 12 лет приглашают, зовут или создают условия для того, чтобы они оказались в этой толпе более взрослых людей, не только молодых, но и постарше. Ответ губернатора на вопрос журналистов об отношении к субботней несогласованной акции однозначный. И обеспокоенность столь молодым составом понятна. Безопасность детей – вопрос важнейший и приоритетный. Однако организаторы митинга об этом забыли и через соцсети звали на площадь перед публичкой не только студентов, но и школьников. За масками иногда сложно определить возраст. Возможно, на это и была сделана ставка. Почему пришли сюда? За нарушение законодательства вы можете быть привлечены к ответственности. Почему? Очередь в публичку. Я забыл, как говорить. Полиция действовала корректно, отмечает глава региона. Зная, каков контингент, стражи правопорядка были максимально сдержаны, не реагировали на провокации. Хотя толпа пыталась полицейских расшевелить, атаковала кричалками и снежками. Массовая прогулка по городу стала серьезным испытанием для правоохранителей. Тротуара в шествии переходила на проезжую часть, мешая движению транспорта. Да и пешеходам пришлось искать пути обхода неспокойной молодежи. Участники акции утверждали, что они и есть закон, хотя на самом деле закон действующий нарушали. Акция была несанкционированной. Ответственность наступает прежде всего, если не произойдет ничего экстраординарного, по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Здесь к лицам, которые примут участие в подобных мероприятиях, а также тех, которые его организуют и будут проводить, будут применяться либо штрафы, либо принудительные работы. Если же мирная акция выходит из-под контроля, в дело вступает другая статья. Массовые беспорядки. Серьезной уголовной ответственностью. Еще один важный момент. Возраст участников. Если несовершеннолетний идет на митинг, за него отвечают родители и платят штрафы. Вот будет 18 лет, сходишь на выборы, выберешь своего кандидата. То есть вы считаете, не нужно молодежи выходить на митинги и за что-то там? Ну, считаю, да, не надо. Навального называют блогером, оппозиционером, политиком, но конкретные его программы или достижения ростовчанам вспомнить сложно. Как политик, возможно, он не делает ничего полезного. Ну, то есть он призывает людей, но кроме того, что ты делаешь какие-то призывы, нужно еще какие-то действия делать. Я никаких действий, собственно говоря, не видел. А вы были на митинге 23-го? Ну, я больше ходил туда как наблюдатель. Мне было просто интересно. Кстати, что вы наблюдали прежде, ваши эмоции после этого? Ну, знаете, честно, я вот там был, и мне кажется, что это какой-то праздник. Я просто ходил, все люди улыбаются, все добрые. Я всем махал, мне все махали, и все было прекрасно. Не считая, ну, там были некоторые буйные люди, которых, может, задержали, они выражали агрессию явную. И хотя организаторы субботней акции заявляли, что студенчество за протестные движения, цифры говорят о другом. На площади перед публичкой несколько сотен человек, а ведь вообще у нас учащихся, к примеру, в вузов больше 150 тысяч. Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Зоомагазин не банк, но для грабежа сгодится. Хотя рыбки-птички от налетчиков убереглись, сторож откричал. Такое дело на этой неделе попалось ростовскому городовому. А еще в недельной сводке масштабный автобоулинг на мосту Сиверса, который спровоцировала непредсказуемая погода. Подробности расскажет Лидия Романченко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За границей закона оперативник таможни пойдет под суд. Старшему оперуполномоченному по особо важным делам отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни за превышение должностных полномочий грозит до 4 лет лишения свободы. Следствием установлено, что в мае 2017 года обвиняемый провел обследование помещений юридических лиц с целью проверки оперативной информации по факту уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды стратегически важных товаров, в ходе которых изъял документы и оргтехнику, содержащие сведения о нарушениях при декларировании товара во внешнеэкономической деятельности. Изъято оперативник передал без проверки представителю юрлиц-нарушителей. К слову, в отношении руководителя этих фирм также возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что тот подавал ложные сведения о перемещенных через границу товарах и теперь, помимо прочего, должен доплатить разницу таможенных платежей. Вместе со штрафами сумма составила 31 миллион рублей. Дай порулить. Не дам. Ну дай порулить. Нет. Примерно так мог звучать диалог двух друзей до того, как случилось следующее. В отдел полиции номер 6 Управлением ВД России по городу Ростова-на-Дону обратился местный житель, который сообщил, что кто-то угнал его автомобиль Мазда, который был припаркован возле дома. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали 27-летнего ростовчанина. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами без цели хищения». Задержанный оказался другом автовладельца. Дождавшись, когда тот уснет, он взял ключи и помчался навстречу ветру. Правда, на ближайшем светофоре встретился с другой машиной. И к выспавшемуся владельцу иномарка вернулась мягко говоря потрепанной. Можно было бы подумать, что на подвиги товарища отправил алкоголь. Но нет. Он был на удивление трезв. В любом случае за угон ему грозит до трех лет заключения. Конец рабочей недели выдался тяжелым. Тем, погода подкинула свинью автомобилистам. Ночью очень легкий минус и гололед. Водители скользкого подвоха в плюсовую пору не ждали, давили на газ и понеслась. Картина в бордовых тонах на картах навигатора не в полной мере отражает драматургии происходящего. К отмеченному семью флажками комбо можно добавить еще два ДТП. В пересчете на побитые машины у нас получилось 26 штук. Это только на одном мосту Северса и лишь на въезде в Ростов. По ту сторону отбойника своя атмосфера. Там тоже аварии. ГИБДД сообщает о трех пострадавших автомобилях. Перед теми, кому пришлось пробираться сквозь краш-лабиринт, представали живописные кадры. Какое танго на льду исполняло это трио, можно только предположить по финальной точке танца. А эти трое практически полностью перегородили мост. К счастью, медпомощь никому не понадобилась. И не считая потраченных нервов, времени и помятых авто, пострадавших нет. Нормализовать движение на том участке удалось лишь к обеду. Клетка по ним плачет. Два представителя человечества ночью пытались вломиться в Оксайский зоомагазин. К объекту они какое-то время по очереди присматривались. Это хорошо видно на кадрах видеонаблюдения. Потом, собрав всю храбрость в кулак, крепко сжимающий лом, за секунды взломали замок. Но пока возились с решеткой, разбудили сторожа. И тот начал кричать. Растеряв остатки храбрости, налетчики бросились в рассыпную. В этот раз магазин устоял, но нападению он подвергается уже не впервые. У нас два года назад уже магазин грабили, выносили товар, деньги, слава богу, не нашли. Товара вынесли они на 50 тысяч где-то. Они же выносили большие мешки, он же дорогой очень товар. Прошлое ограбление, кстати, так и остались нераскрытыми уголовными делами. Так что в этот раз о взломе даже заявлять полицию не стали. Заметим, что в эту ночь к зоомагазину проявлял интерес и третий фигурант. Те же камеры сняли более удачливого, пушистого визитера, которому удалось проникнуть внутрь через окно. На этом у меня все. До встречи. Подпись Дональда Трампа похожа на акульи зубы, скалящиеся сквозь решетчатый забор. Страшно, но предсказуемо. А вот подпись Байдена более гибкая. Несмотря на возраст, он быстро принимает решения. Разгадывать людей по подписи задача графолога. Среди этих специалистов, кстати, довольно популярно разбирать подписи политиков и просто известных людей. А к Международному дню почерка и наш корреспондент Олеся Слынько приобщилась к разгадыванию характера людей по тому, как они пишут. А заодно изучила эволюцию почерка на примере документов культурно-выставочного центра ДГТУ «Донская казачья гвардия». Вот посмотрите, как здесь все красиво написано. Когда приходят школьники, они мне говорят, это же на компьютере набрано. Этот красиво написанный пером и чернилами документ – штатное расписание лепгвардии казачьего полка 1906 года. Раньше почерки были более читабельны. Людям было важно быть понятыми. Документы, подписанные и написанные воинской элитой, теперь экспонаты музея. Практически в каждом почерке видно, что эти люди были преданы тому делу, которым они занимались. Они четко исполняли какие-то приказы, законы, требования. Это для них было не обсуждаемо просто. Беглым, понятным и в то же время изящным почерком подписывал открыткий офицер лейбгвардии казачьего полка Лев Упорников. Так же быстро, как писал офицер, принимал решение. По письму можно определить и IQ человека. Чем проще человек пишет букву, чем больше он ее оптимизирует, при этом еще сохраняя хорошую скорость, вот как у этого человека, все это свидетельствует о его хороших умственных качествах. А этот быстрый, угловатый, напористый почерк великого князя Бориса Владимировича – письмо из Парижа. Этот почерк отдаленно напоминает мне почерк Владимира Вольфовича Жириновского. Глядя на этот почерк, я могу предположить, что человек был очень импульсивным, очень резким, иногда неудобным в общении с другими людьми. Почерк рассказывает, каков человек на самом деле, а подпись – его презентация в обществе. Если размер автографа больше почерка, размашист и занимает пол листа, значит перед нами человек, желающий показать свою значимость. Подпись в правой стороне говорит о человеке, устремленном в будущем, тем, кто ставят подпись слева, комфортнее в прошлом. Расположение по центру говорит об осторожности человека, как, например, у автора этого автографа. Скажите, а что вы можете сказать про обладателя этой подписи? Она вам знакома? Конечно, Олесь, эта подпись мне знакома, это подпись Дональда Трампа, ее графологи многие анализировали. Такой забор, просто чистокол, такие акульи зубы, острые углы, то и впечатление о человеке у нас, наверное, родится соответствующее. Он очень жесток в общении, он находится в постоянном напряжении. Видите, все элементы, они просто спрессованы. Он находится в постоянном контроле. Он вынужден все перепроверять. Движение повторяется по одной и той же линии. Подпись жесткого руководителя, у которого все находится под контролем, а почерк его немного мягче. В жизни он чуть-чуть помягче. Чуть-чуть помягче. Но ему очень сложно. По-черкусски, спрессованно это говорит о очень большой степени напряжения, в которой пребывает этот человек. Если поведение Трампа было предсказуемо, контроль и перепроверки, то в подписи нового президента Америки Байдена графолог прочтет его относительную гибкость, высокую скорость принятия решений и амбициозность. Его окружению работать рядом с ним будет комфортнее. Кстати, не нужно недооценивать почерк в развитии мозга. В одном американском штате отменили рукописное письмо. И диджитал-дети сразу стали печатать только на компьютере. В итоге их успеваемость была заметна ниже тех, кто старательно выписывал крючки и буквы в прописях. Великолепная новость прилетела из Нидерландов. В 20 километрах от Амстердама в малюсинком городке Вейканзея донской шахматист Андрей Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсона. Подробности этого эпичного для донских шахмат момента нам поведает Лев Клинов. Лева, белыми пойдешь? Настя, с удовольствием, раз ты настаиваешь. Здравствуйте, друзья. Действительно, очень хочется порадоваться за уроженца Новочеркасска, совершеннолетнего Андрея Есипенко. Обыграть Магнуса Карлсона бесценно. На берегу Северного моря в голландском городке, в котором проживают всего-то 2500 человек, случилась сенсация мировых шахмат. Андрей Есипенко переиграл норвежца Карлсона белыми фигурами в восьмом туре шахматного супертурнира. Турнир с богатой историей проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году. Затем еще восемь знаменитых советских шахматистов побеждали в Вейканзее. В 2009 праздновал успех Сергей Корякин, представлявший тогда Украину. Возвращаясь к нашему супертурниру, он продлится еще пять дней и после победы над действующим чемпионом мира Андрей в таблице делит лидирующие позиции с еще несколькими шахматистами. Андрей Есипенко начал турнир в шести ничьих, но в седьмом туре добился победы над Родославом Вайташиком. И вот сейчас победил Грозного Карлсона. Я думаю, это один из лучших дней в моей жизни. Я чувствую себя просто прекрасно, у меня нет слов. После начальной части партии я думал, что у меня есть определенные шансы благодаря сложившейся ситуации на доске. После одного из ходов Карлсона я понял, что нахожусь в выигрышной позиции. Я до сих пор до конца не осознал, что мне удалось переиграть Карлсона. Не знаю, как будут праздновать победу, но сегодня точно хорошо высплюсь. Хочу поздравить всех дончан с сокрушительной и тримуфальной победой нашего юного гроссмиссера из Новочеркаса Андрея Сипенко над чемпионом мира Магнусом Карлсом. Андрей сейчас играет в одном из старейших и сильнейших и великих шахматных турниров мира в Голландии в Вейконзе. Наш земляк начал партию белыми и пошел королевской пешкой. Карлсон защищался по-сицилийски. Андрей после нескольких ходов пожертвовал пешку. Наживку чемпион мира тут же проглотил. А компенсации за пехотенца белые получили колоссальный перевес в развитии. Плюс норвежец еще в холостую прогулялся ферзем. И донской гроссмейстер уже своего более знаменитого визави не отпустил, который сдался после 32 хода. А вот и эмоции Андрея сразу после победы. В 10-м туре Андрей Есипенко также белыми уверенно сломил сопротивление испанца Давида Антуна. И после 10-ти партий делит вторую позицию с несколькими гроссмейстерами. Лев Клинов, 1-й ростовский. Спасибо Льву, нашему обозревателю Ростова-спортивному, далее Ростов-культурным. В таком возрасте этот конкурс наши еще не выигрывали. Конкурс в Соединенных Штатах, наши в смысле россияне. И вот прорыв совершил ростовский гитарист. Причем победу шлифовали всей семьей. Михаил сын и ученик известного на дону преподавателя музыки Юрия Лихачева. Наш корреспондент Елена Доронина отправилась знакомиться в музыкальную школу имени Прокофьева. Михаил ловко перебирает струны пальцами, вторая рука летает по грифу. И 27-й каприз звучит так, будто он и задумывался скрипачом Никола Паганини для исполнения на гитаре. Именно с этой программой юноша выиграл самый престижный в мире конкурс исполнителей на классической гитаре. И стал единственным лауреатом из России в категории до 14 лет за всю историю конкурса. Я в такие моменты скорее думаю о том, чтобы сыграть так, как я просто сыграл бы дома. То есть стараться не обращать внимания на важность, а просто отдаться игре. Воспитанник 10-й музыкальной школы занимается ежедневно не меньше полутора часов. А во время подготовки конкурсу не выпускал гитару из рук по два-два с половиной. Музыку Михаил не просто слышит, он ее видит. Несмотря на то, что сольфеджио – нелюбимый предмет, любую мелодию Миша представляет на нотном стане. Наставник Юрий Григорьевич, он же папа, спрашивает сына по максимуму. Я требую только тогда, когда человек может сделать. Если они могут сделать, значит они должны сделать. Для конкурса такого уровня, естественно, нужна и техника, чтобы была на высоком уровне, чтобы показалось по неделю технику, технические возможности. И, соответственно, музыкальные возможности, ощущение охвата крупной формы. Семья Лихачевых музыкальная. Миша вырос в мире нот. Гитару впервые взял в пять лет и спел песенку «Жили у бабуси два веселых гуся». Он одаренный, просто одаренный ребенок. У нас есть видео самых детских лет, где он заслушивается, например, Ронда Капричиоза Сенсанса. То есть, этот ребенок уже в музыке живет, он туда уходит. Нам даже было обидно было, когда у него были метания, и он размышлял, а стоит ему идти по музыке или нет. Сегодня Михаил твердо намерен поступать в консерваторию и продолжать семейное дело. В планах приручить скрипку. А пока вместе с семьей готовят новую концертную программу. В четверг вечером в публичной библиотеке концерт Лихачевых в честь дня рождения семьи. Так напоследок я скажу. Елена Доронина, Юрий Лешко, Первый Ростовский. А за окном показалась весна, как будто и не было зимы, но февраль по календарю не забываем. Ветер может разбушеваться в Ростове. Такое предупреждение делает управление по делам ГОЧС. Но все равно уже пахнет весной в Ростове, согласитесь. И наш метеокорреспондент Елена Доронина подтверждит. А еще на весенней ноте поговорит с ростовчанами о счастье. Ростов-Ростовчане, всем привет. Вот и пролетела очередная рабочая неделя, что называется, оглянуться не успели. Вот и зима уже не оглядывается, и настойчиво уступают дорогу весне. Сейчас на улице плюс 4, ветер южный 4 метра в секунду. Солнышко, наконец, побаловало нас своими лучами, поэтому дождем даже и не пахнет. Сухая погода продержится как минимум до воскресенья. А вот если верить народному календарю, то мороз сегодня сулит жаркое лето. Ну а коли мы снова в плюсе, есть надежда на то, что лето все-таки не будет знойным, как это обычно бывает. Но до лета, как говорится, еще нужно дожить. Кстати, я неоднократно слышала от своих друзей, знакомых, и иногда честно сама так говорю, что как же быстро летит время. А вот психологи говорят, что для того, чтобы оно шло плавнее, необходимо делать день шире. Длиннее все-таки не получится, у нас только 24 часа. А для этого нужно насыщать дни разными событиями и встречами, и тогда будет вам счастье. А какой рецепт счастья у ростовчан? Давайте узнаем прямо сейчас. Слушайте классическую музыку, ходите на концерты. И, я думаю, хороший сон. Ну, наверное, в детях. У меня их трое, поэтому я очень даже счастлива. Рецепт счастья, быть в гармонии с собой. Не знаю, жить, наверное, свободно. А что нужно сделать для того, чтобы почувствовать себя счастливым? Не знаю, быть собой, наверное. Быть честным с собой. Ну, я не знаю, но человек должен проснуться, а уже быть счастливым. И сам себя настраивать. И знать, что жизнь прекрасна. И радоваться вот любой минуты, каждой минуты своей жизни. Холодно сегодня, солнышко светит, солнышка нет. Счастье должно быть внутри. Да, счастье должно исходить изнутри от самого человека. Человек сам себя должен настраивать на счастье. Рецепт счастья, не нужно думать о плохом. А что вам нужно для счастливой жизни? Мне нужна самая красивая фарфоровая кукла. Улыбаться каждый день, радоваться каждым мелочам. По-моему, это самый лучший рецепт счастья. А мне кажется, счастье – это когда ты на своем месте. Я вот уже в студии и готова вам рассказать о погоде в ближайшие дни. Грядущая ночь будет темной из-за тучи. И больше тройки с плюсом от нее ждать нечего. В субботу днем заметно потеплеет до целых 9 градусов. И это еще солнце останется за гуще облаков. Южный ветер усилится. Городское управление по делам ГОИЧС предупреждает ростовчан об ураганном ветре. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. В ночь субботы на воскресенье пасмурно и 2 градуса выше нуля. Последний январский день обещает нам опять же 9 градусов тепла, но с дождем. Ветер сменит направление на юго-запад и подует со скоростью 6 метров в секунду. И февраль к нам постучится с весенним приветом. В ночь на понедельник все плюс 5, а днем последний зимний месяц стартует с плюс 12 на термометрах. Стабильны только тучи. Но главное, вы не хмурьтесь. С вами была Елена Дорунина. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова